Я Томас Шафернанекер, метеоролог. Я родился в Гданьске, здесь, на Балтийском побережье Польши. Для уроженца этих мест я слишком мало знаю о польской кухне. Поэтому я решил наверстать упущенное, попробовать самое лучшее, что может предложить моя страна и познакомиться с ее достопримечательностями. Вкус Польши Это не Мираж. Это Балтийское море. А я сейчас не в пустыне, а в природном заповеднике, который называется Славинский национальный парк на Балтийском побережье Польши. ЮНЕСКО признала парк биосферным заповедником. Его площадь составляет 180 квадратных километров, а назван он в честь славян, которые жили здесь в болотистой местности у Лепского озера. Сложно поверить, что такая красота находится всего в паре часов езды от Гданьска, в котором я родился. Под песком лежат окаменелые остатки леса и развалины древнего поселения Лебы. В 16 веке шторм на Балтийском море уничтожил все, что было на берегу. Из-за сильного ветра образовались обширные, медленно передвигающиеся дюны. Поэтому берег похож на Сахару. Некоторые дюны достигают 40 метров в высоту. Они продолжают постепенно расползаться, угрожая близлежащим городам, примерно на 10 метров в год. Поэтому здесь посадили новый лес, чтобы песок оставался на пляже и не мешал местным жителям. Мне грустно уезжать отсюда, но меня ждет ресторан в городке Ровы. Ровы – это маленький портовый город на западной границе дюн. С 14 века город промышляет ловлей сельди. Дарак покажет мне несколько способов приготовления сельди. Первое блюдо – мелкая местная сельдь, которую подают заправленной маслом целиком. Я не очень хотел пробовать, но на удивление оказалось очень вкусно. Следующее блюдо – классический рольмопс с маринованным луком, который я обожаю. Дарак сказал, что сельдь должна быть самой свежей. Напоследок я помог Дараку приготовить традиционный рождественский салат. Пусть ножом орудует профессионал, а я лучше поем. Очень красиво. Не терпится попробовать. Помню, в детстве я не любил сельдь, а сейчас ем с удовольствием. Попробую то, что мы приготовили. Да! Неплохо! Я перекусил и теперь готов дальше исследовать побережье. На местных пляжах можно не только ловить рыбу и любоваться природой. Они являются частью знаменитого янтарного берега. Это пляж в Сопоте, недалеко от Гданьска. Отличное место для искателей янтаря. Ни для кого не секрет, что балтийский янтарь составляет 80% всего янтаря на планете. Я долго бродил по песчаному пляжу и теперь отправляюсь в местный спа-центр, чтобы и там насладиться янтарем. Это потрясающе, когда массаж делают камнями. Это так расслабляет. Думаю, мне пора ложиться спать.